приветствую вас друзья в этом видео снова поговорим про xm 57 новая американская пт 10 уровня акционная это значит что на нем она будет экипаж пересадить без штрафа если у вас есть экипаж на американские птшки то можете просто перетащить их на этот танчик и спокойно катать не переобучая экипаж 12 ноября в 20 00 мск стартует конструкторское бюро где можно будет собрать этот агрегат 17 ноября в 23 59 мск заканчивается конструкторское бюро можно будет собрать 30 тысяч этих танков с 3d стилем те кто первые возьмут его остальные 45000 без 3d стиля 3d стиль привычный стандартный уже как будто бы для лесты это камуфляжная сетка намотанная на танчик эти 3d стиле многим уже надоели но леста видимо там то ли экономит то ли нашла какой-то универсальный способ на все танки наматывать эти сетки то ли я не знаю чего они так влюбились в эти сеточки но мне честно говоря тоже они уже надоели поскольку первые танки в конструкторском бюро реально были стильные и красивые эти танки уже какие-то просто штампуют как на конвейере и особо не парятся но это не самое интересное и не самое важное что есть в этой новости которую я вам хочу рассказать ресурсы за которые можно брать этот танчик а также лимиты которые на них установлены в этот раз максимально разработчики дали волю игрокам и можно будет прям использовать что хочешь практически на максимум как тебе нравится свободный опыт ограничен 65 процентов раньше было кажется 25 то есть можно просто больше половины залить этот танк свободкой чтобы его получить также можно сто процентов шкалы конструкторского бюро заполнить бонами это будет 40 тысяч бон можно серебром сто процентов заполнить то есть никаких ограничений по сути 100 миллионов серебра с хвостиком малюсеньким если мы будем чисто за серебро это танк покупать привычные лимиты там в чертежах 22 процента и 14 но самое интересное сто процентов днями прямо можно загрузить этот конструкторской бюро и получить танк это наверное то что многие ждали просили поскольку дней прямо прям навалом тысячами непонятно что с ним делать многие там на тарифе игровой сидят у них дни прямо собираются куда их девать непонятно и вот если у вас там тысячами эти дни прямо скопились у вас есть возможность просто туда это все выгрузить лес так как обычно подняла цену не дай бог вы кайфанете не дай бог вы прям недорого что-то возьмете не не ни в коем случае было 7 дней насколько я помню один процент теперь один процент 10 дней прямо ну и насколько вы могли уже посчитать сто процентов это тысяча дней прямо стоит ли десятка новые тысячи дней прямо это уже решайте сами поскольку у многих этих дней прямо много но также и много у кого их вообще там кот наплакал у кого прям аккаунт а прям бесконечно много на года вперед те конечно с радостью зальют их туда получат танчик и он будет у них полица в ангаре хрен пойми зачем просто танк для слива дней прямо впервые дадут возможность куда-то их запихнуть и многие наверное сразу же и запихнут поскольку а вдруг больше возможности не будет а может быть и будет в следующих конструкторское бюро лично на мой взгляд этот танк не к силу не городу давайте посмотрим его коллижен модель давайте посмотрим его ттх и поймем что это просто обычный нормальный танк в балансе небо не помойка я бы честно говоря поиграл на каких-нибудь более интересных потешках чем вот это но это если смотреть на коллижен модель и на ттх я еще на нем не играл но смотрится все так себе вот допустим коллижен модель огромная дырявая нлд приличного размера лючок где брони вообще почти нет над гусеничные полки пробиваются не сложно если мы мы начинаем ромбовать там брони тоже почти нет когда мы ромбуем в переднем катке появляются дырочки небольшие а также в щеке башни и в щеке рубки тоже открывается дырка если мы играем через рельеф и пользуемся своими шикарными уэнами то у нас начинают пробиваться ромбики вокруг маски слева и справа в нижней части поскольку у нас вокруг маски треугольные такие какие-то штуки то когда мы играем через рельеф они снизу вверх теряют свою приведенку и броня становится очень маленькая то есть всегда есть дыры приличного размера в которые можно несложно попадать пробивать ездит это корыто чуть быстрее чем е3 на медленнее чем е4 также у нас 2000 хп что тоже не густо дпм 2 800 точность 038 2 и 3 сведения и при этом стабилизация от порота и от движения корпуса 024 от поворота башни 013 что вроде как неплохо но смысла в этом мало потому что от любого малейшего движения корпуса пушка на весь экран также орудие хорошо опускается вниз только спереди плюс у нас гидропневоподвеска орудие вниз опускается на 10 градусов плюс 3 то есть 13 градусов с подвеской 10 без когда свои градусов 10 это хорошо поскольку подвеска редко включается и на нас не бесит вероятно что гидропневоподвеска нас будет вымокать бесить и раздражать небольшая но присутствует когда мы там будем уж сильно буры какие-то жесткие использовать так вот чего хочу сказать по параметрам этот танчик просто в балансе какой-то пт-10 стоит она тысячу дней према или 40 тысяч бон или 100 миллионов серебра и многие это наберут у кого много дней према у меня есть такое подозрение поскольку наконец-то дали возможность куда-то это все деть но вот стоит ли брать тем у кого нету эти дней прямо лишних стоит ли тратиться на этот танк честно говоря я бы лучше что-нибудь прокачал из веток там есть танки по интересней но я еще не играл на этом я возьму этот танчик вам покажу и тогда уже сделаем окончательный вывод надо но нам или нет как по мне прошлый танк за конструкторское бюро база 741 реально был прям сильный у него реально прям жесткая пушка он реально интересный а вот этот танчик ну как будто бы посредственный объект 780 тоже классный был за конструкторское бюро у лиона есть фишка которую немногие но некоторые могут реализовать а вот это корыто ну как будто бы просто птф балансе поскольку городе вам будут жестко люлей давать от рельефа вам тоже есть куда пострелять едете вы не быстро пушка корявенькая и альфа не такая уж большая ну и это медленная птшка очень медленно и ну прям плохой назвать ее тоже не могу какая-то там броня местами есть у венчики есть от рельефа поиграть а также пробития с альфой все-таки там не ноль какую-то альфу потихоньку на этом корыте можно давать но как будто бы это не совсем то что сейчас хотелось бы в рандоме катать да и птшек в рандоме так много и нам опять подсовывают в событии птшку конструкторское бюро всегда так вот преподносилась по типу вы можете любой ресурс сколько хотите туда вкладывать но всегда были такие душные жесткие ограничения что по сути выбора то и не было поскольку то что ты хочешь запихнуть чего у тебя много на то у тебя жесткие ограничения ты ничего не можешь и вот впервые ограничения минимальные и можно брать так как тебе реально удобно практически там небольшие ограничения все равно остаются на чертеже на свободку но уже хотя бы несколько ресурсов вообще без ограничений что как по мне правильно поскольку ну в этом суть события пишите свое мнение в комментариях с вами вы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока